Галина Зяткина работает библиографом, а в свободное время снимает животных и птиц. Часто удается выявить редкие виды, которые на территории региона занесены в Красную книгу. Много нового о природе родного края узнала благодаря фотоконкурсу «Зимородок», который уже семь лет проходит в Самарском зоопарке. В этот раз Галина стала победителем. Рассказывает, чтобы сделать ценные кадры, приходится долго ждать в засаде. Если едешь на пруды какие-то, на водоемы, то в тростники слушаешь, кто пищит, голос чей, то есть уши, глаза, стоишь, ждешь. Если раньше удавалось дождаться и снять около 50 различных краснокнижных особей за весной и лето, то в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выезжали на фотоохоту реже. Поэтому Галина обнаружила только 30 редких видов насекомых и птиц. Например, вот эту усатую синицу. Она занесена в областную Красную книгу, потому что гнездится на болотах в Самарском регионе. А вот эта красношейная поганка в наших краях пролетом и тем ценнее сделанный кадр. Фотовыставку Самарский зоопарк подготовил специально ко дню защиты животных. Для посетителей устроили экскурсию, а для детей провели игры и конкурсы. Зоопарк – это один из тех оплотов, который как раз занимается защитой животных. Не на словах, а на деле. То есть удается некоторые виды животных размножить в зоопарке. А также удается некоторые редкие виды, которые попадают в поврежденном состоянии из природы. Например, орлы или совы выпустить обратно в природу. Сегодня в Самарском зоопарке более 2000 особей. Популярностью пользуется медведь-умка, который не уходит в спячку, как это происходит в дикой природе, лев-цезарь и другие хищные и домашние животные. Двугорбые верблюды одомашненные. В дикой природе они встречаются только в пустыне Гоби. Это верблюд Лексус. Ему уже 12 лет и в день животных его разрешили покормить всем желающим. Игорь Растегаев приехал с семьей в Самару из Тольятти. В зоопарке оказались впервые. Считает, что детей нужно обязательно знакомить с животными. В клетках, конечно, всех не стоит держать, но показать-то как-то надо. И я не думаю, что они здесь живут хуже, чем на воле. Вот верблюд, по-моему, доволен питанием был. Его покормили все дети. Как рассказывают сами самарцы, в зоопарк приходят с детьми не только посмотреть на питомцев, но показать, что животные и птицы требуют внимания и человеческой заботы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.